Всем привет, мои хорошие! Я проснулась с утра пораньше к 9 часам. К нам уже пришёл человек, который будет делать двери, и сегодня у нас видео про двери. Давайте начнём. Начало простое. Мама пошла причесываться. Вот такие двери мы заказывали в Леруа. Вот такие двери с горизонтальной полосочкой, они будут у нас в комнатах. А вот другие двери... Ну, они живут, соответственно. Что-что? Ну, они же широкие. А, да, эти широковатые, да. У нас, кстати, межкомнатные идут. 80 взяли, это у кого звонит. Ну и вот, в общем, по 80, у нас разъём 90 самой вот этой вот ширины комнаты. Мы взяли 80 двери, вот такие горизонтальные. Взяли из одной серии белый дуб в Леруа. По ценам вас чуть-чуть попозже сориентирую, потому что не помню уже. Взяли коробка. Такие четыре коробки. Взяли доборов. Везде нужны будут доборы и наличники, да. Взяли вот такие ручки супермодные. Мне понравились. Я прям их, прям, прям понравились. Мне они 500 рублей с чем-то стоят. И вот такие замочки взяли. Это из их же серии. То есть всё. Это на туалет и на ванну. Ну, вот чисто ради гостей, чтобы они чувствовали себя комфортно. Так бы не брали. Везде одинаковые, кстати, ручки решила взять. Сейчас я пойду отведу малого в садик, пока подготовят нам двери. Ну, я постараюсь весь процесс, особенно который мне интересен, вам подснять, потому что я совершенно не представляю, что значит доборы. Ну, коробку теоретически представляю. Наличники тоже. А всё остальное, как бы, мне само интересно, как это всё будет делать. Двери у нас наикрасивейшие. Всё, одевайся, жопка, одевайся. Сам одевайся, давай. Кстати, крошечки мои, по поводу пыли. Нам даже охрана сказала позвонить, отключить сигнализацию на время работ. Все работы проводятся в коридоре. Вот. Ну, именно вот это пыление. Потом мы, конечно, всё уберём за собой. И отключена сигнализация, потому что, ну, когда пылит, всё очень сильно звенит. Здесь, конечно, тоже будет, я думаю, пыль какая-то, да, но основная, она будет не в доме. Вот. Это, я думаю, хорошее решение. Ты готов? Ты что ты дерёшься? Смотрите, начали только работать, а уже смотрите, сколько пыли. Кошмар. Это всё могло быть в доме. Такой аппарат конкретный. Собирают коробку. В общем, пойдёмте. Куча инструментов. А мама пока подготавливает. Что ты тут подготавливаешь? Стык в стык? Да. Идеально делаешь. Чтобы потом, когда коробку поставят, уже неудобно, мама говорит, будет всё это делать. Поэтому сейчас. Равняет. У нас тут нахлёст просто, его надо уже стыковать. Мама уже профессионал, я смотрю, в своём деле. Только бы нож тупой не был, да? А тут уже всё. Дэнни в садик отвела, на улице у нас подморозило конкретно. Кстати, у нас действительно есть холодная сварка. И она ещё осталась у меня с офиса. И, кстати, нужно больше отрезать, чтобы там больше пространства было. Ну, вот сейчас мама стык-стык вырезает. А потом уже, когда двери поставят, всё это дело сделают. Наверное, я потом буду делать эту сварку холодную. Она, в принципе, несложная. Я и в офисе делала её сама. Девочки, вот этот нож из фикс-прайса, девочки и мальчики, не берите, короче. Это реально, ну вот, просто тупится на раз-два. И всё, лезвия у нас уже закончились. Можно будет его выкинуть, походу. Так, нам подготовили одну коробку. Вот эта коробка. Я так понимаю, что это такие деревяшки. Вот что-то ещё здесь поставили. Я не знаю потом, как оно, зачем будет крепиться. А с другой стороны, это вот тоже, как это называется, я не знаю. Это ещё не наличники, правильно? Это декор коробки. В общем, вот так и собрали её. Дырочки просверлили, где надо. Прилепили такие штучки, где надо. Вот сейчас он собирает всё это, а потом уже будет вставить. Вот пылючки немножко есть. Вот второй декор двери, кстати, у нас. Я то хотела посмотреть, как это делают. Что делает эта машина? Эта машина, я так поняла, он ей делает угол в 45 градусов на углах, да? И ещё отрезает, если нужно, вдоль там как бы всё это дело. Вот, и эта машина вот так вот сильно пылит. Кстати, самое интересное, что мы с мамой спорили уже два дня. Спорим по поводу того, что вот придут двери, она говорит, надо всё сложить, надо всё убрать, надо всё завесить. И уж вплоть до самого утра сегодня она уже начала там всё убирать, что-то это. Я говорю, мам, давай сначала приедет мастер. Девочки просто много в комментариях писали, что пыли много, пыли много. Да, это правда. Я говорю, ну давай сначала приедет мастер, он посмотрит, что, где, он нам скажет, может быть, у нас не будет столько пыли, как у других, может быть, там зависит от того, что резать, доборы и так далее. В итоге мы спорили, спорили, мама, мама такой человек, что она, как ты, лучше перебдеть, чем недобдеть. А я такая, что я делаю всё в последний момент. Я не могу, если там два дня или день, или даже вот утро уже, я не могу сейчас начинать убирать. Когда мастер ещё не пришёл, мы не проконсультировались. Он может, пока он там пошёл, все инструменты, можно всё это быстро убрать. То есть я человек резкий. И не люблю заранее делать. Зачем заранее делать какие-то вещи, которые, может, и не нужны, в общем-то, делать. И в итоге он пришёл и пошёл в коридор работать. В принципе, ничего убирать особо здесь прям и не надо, как мы планировали. Поэтому у нас всё открыто, видите, и человек работает там. Конечно, вот он принёс сейчас дверь, да, и на двери вот здесь вот пылька. Но я её сейчас вот смахнула чуть-чуть. У нас двери такие, которые можно оставила тут чуть-чуть. Ну вот здесь пыль была, пыль была. Я её чуть смахнула, чтобы она не трусила здесь. Всё равно чуть-чуть пыли, конечно, будет. Но согласись, я как будто была права. А если бы сказали, что нельзя в подъезде пилятать? Тогда он пока бы тут пока раз забирал всё вот это дело, мы бы уже хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да-да-да. За пять минут. Я такая, а я бы успела. Он уже начал бы пилить, и уже бы началось пилить. А я бы успела. А я лучше заранее всё сделаю и буду спать спокойно. Вот самое главное просто меня не тревожить в этот момент. Когда я сплю, она меня будет и говорит, давай, давай всё убирать. С вечера даже, понимаете, не с утра. Она с вечера говорила, а потом ещё с утра. А утром я, смотри, уже всё подскладывала, чтобы быстрее вынести. Если человеку это, то, пожалуйста, работайте два дня заранее. А я непосредственно начну работу перед самым... Потом вот эти вот просто... А ещё, кстати, вот петли уже сделали. Вот. В общем, вот рисунок будет у меня в комнатах. А вот рисунок будет у меня в санузле и ванне. И неприятная новость. Звоню сейчас в Леруа, в центр возврата. Смотрите. Вот такая вот брюковная дверь у нас получилась. В упаковочке это не было видно, потому что всё это было за картоночками. И ещё здесь нет петель, да? Да. И нет петель ещё. Должны были быть петли. Вот. Поэтому сейчас я звоню в центр в Леруа. И вот сейчас жду, что они мне скажут, как делают. Нам три двери поставят, а одну дверь, блин, не поставят. И нам нужно будет ждать, пока приедет курьер. Но, скорее всего, он, может, завтра приедет, если всё нам сделают, как положено. Вообще, хорошо бы, чтобы он сегодня прям приехал и успел застать мастера нашего ещё. Чтобы он нам поставил двери эти все. Вот. Неприятный момент. Но сейчас я решу и скажу, как, что там всё. Вроде на орбитальной, я говорю, есть в наличии такая. Так, вот, дверка делают. Мне вот эти моменты интересны все. Дырки, как они будут потом закрываться. Замочек. Всё интересно. Сначала мастер подготовил вот так вот все двери. Собрал коробки и поставил у каждого входа свою дверь. А теперь он начинает их уже устанавливать. Бегу, лечу, снимать. Значит, всё, установили, как вы вот это видели. И дырочки запенили. Вот. Всё запенино. С боков. И сверху нет ещё. Такая вот дверка красивая. Узенькая, конечно, по сравнению с тем, что было. Ну что, вторую дверь запенили. Поставили. А наверху обычно не запенивается, да? А наверху потом запенивается. Смотрите, какие ручки. Шкардозы же. Ну что, теперь время доборов. С той стороны? Как оно выглядит? Мне, кстати, вот это да, интересно. Вот остался здесь вот такой у нас, да, зазор. И как бы вот. А вот тут нет, а вот он добор. А, вот здесь нет, вот он добор. А как вы его так красиво поставили? Был вот так, а стало вот так. Красиво, кстати. Так, как оно это делается? А, ну прям стык. Ой, как всё продумано. О, господи. А я-то себе фантазировала. Вот что. Вот в такие пазлики вставается и всё. Класс. И тоже запенивается, а потом эта дыра всё. Офигенно. Так, ну что, теперь на всех дверях нам поставили доборы. Видите, расширили как бы саму вот эту вот штучку всю. И теперь остаются наличники, я так понимаю. А вот это наличники называется вот сюда, когда вот ставят, да, Крыс? Вот. Наличник. Наличник это вот закрывается. Ага. Вот сюда вот. То есть получается, я влезла в пену, ёшкин-каролёшкин. Я вроде не трогала вообще. Думаю, что это липнет. Влезла в пену. Жалко, конечно, что с этой вот дверью у нас такой облом получился. Будет она стоять и ждать своего часа. Ну, в итоге позвонили и сказали, что на Орбитальной вроде есть, ну, в другом районе есть у нас эта дверь. Но её привезут, если только, то очень-очень-очень поздно. И мастер наш уже уйдёт. Поэтому они решили сделать перемещение. И ночью из того магазина придёт в их магазин эта дверь. И, скорее всего, завтра, это в лучшем случае, если с машиной ничего не случится, в лучшем случае они нам привезут её завтра. Я говорю, как же насчёт мастера, потому что двери-то они быстро привозят. А вот мастера мы ждали неделю. Она говорит, я вам сейчас не сориентирую, вот оставайтесь на телефоне, и я вам как бы скажу. Но у нас за работу, за всё это дело заплачено. Ну, естественно, она сказала, что придёт мастер, и уже платить мы не будем. Вот, за установку четвёртой двери. Такие дела. Обидно, правда, неудобно, потому что мы порассчитывали, да, подготавливали время, как бы. Вот. Обидно немного. В связи с этим, девочки, я вам даю дельный совет. Так как двери привозят быстро на следующий день, а мастера реально, бывает, и две недели ждут, и одну неделю. Вот, касаемо из Леруа, у меня сестра тоже говорит, вот, типа, двери привезли на следующий день, а я мастера ждала две недели. В связи с этим, как только вам привезли двери, их нужно открыть и посмотреть. И реально, вот, например, то, что там отколото, да, подрато, я бы это увидела, да, увидела бы, что это косяк, и надо менять. Я бы позвонила сразу бы на замену, и они бы уже успели поменять до того, как я мастера дождалась. А что касается, что петель нет, честно говоря, я бы, наверное, не допетрила до этого. Хотя можно было бы сравнить с другими дверями, да, я бы увидела, глядя, здесь петли есть, а здесь нет. Вот, поэтому вам совет, как только вам привозят двери, пусть они не стоят в упаковке, а реально распечатайте их, проверьте, посмотрите, чтобы они были в хорошем состоянии, что их не нужно менять. Вот, учитесь на моих ошибках. Так, ну что, ставим наличники, это такая завершающая красота у нас, смотрите, тут уже поставили. Вот, и мастеру говорю, что у нас на съемной квартире, на прошлой, было, что Денька там дверь закроет, и у нас наличники вылетают постоянно сверху, там со всего. Он сказал, что здесь вылетать не будут, здесь очень плотно все садится, и это не может не радовать. Ну что, мои крошечки, вот смотрите, двери нам установили, вот такой мусор сейчас у нас здесь в комнате, потому что весь основной мусор, это у нас тут, видите, пакеты, ну, у каждой двери вот по чуть-чуть, да, ну, как бы, это не страшно, мусор по сравнению вот с тем, что могло бы быть. Ёшка Ралёшкин! Ну, сейчас мастер заберет свои инструменты, все дела, и это, конечно, мы будем все, посмотрите, какой слой пыли, если это еще ладно, да, а вот тут, гляньте, просто жесть, и если это у кого-то было дома, девочки, то я вам не завидую, посмотрите, вот, я сейчас палочкой, я сейчас палочкой пройду, смотри, офигеть, это жесть, и если это у кого-то было дома, так что делайте в коридоре все, здесь, конечно, намного проще, он сразу видно, где заканчивается пыль, все это аккуратненько, подмели, помыли, со стен чуток стряхнули, и все хорошо, конечно, это лучше, чем это все дома было бы, вообще, кошмар, кто вообще такой дома мог, какой мастер мог предложить это дома, конечно, может быть, я не знаю, но это вообще не варик, либо на балконе с закрытой дверью, а у нас вот тут чуть-чуть натоптана, как бы, вот, и одна дверь, да, вот она, видите, в какой была даже упаковке, все упаковки были вот такие зеленые, красивые, леруашные, а эта упаковка была отдельно вот такая вот, вся подратая, и вот мы ее открыли, конечно же, сразу вот, в общем, сегодня должны к нам прийти, уже сегодня, сказали, придут, вот, и мастера в ближайшее время, я сказала, ребенок, нам в ближайшее время надо, еще мы попросили поставить здесь вот такие вот штучки, вот они, очень мне нравятся, прикольные, но так как здесь у нас может что-то еще быть, я попросила вот так, чуть-чуть больше 90 градусов, да, чтобы закрывалось, отлично, сейчас двери побудут немножечко закрытые, чтобы пена до конца там как следует высохла, она как-то вот шатается, это нормально? нет, надо сказать ему, сейчас, а здесь, и здесь нормально, кстати, о, сейчас попросим, чтобы поправил, может он не заметил этот момент, вот так вот, видите, все плотненько, а это не плотненько, это вот так сделает, а это плотненько, вот, видите, не делает так, кстати, по поводу замка, вот мама говорит, скажи, девочка, а он работает еще, если он там закроется внутри, то снаружи можно монеткой там открыть, он работает, раз, ну сзади закройся, попробуй, сейчас, закрылась, короче, да, мы выбрали такие замки, чтобы если малой вдруг зашел, закрылся, мы его отсюда, вот монеткой или любым открыли, так, ну этот мы пока не проверим, ну и все, а здесь просто нам в комнатах закрываться не нужно, как бы мы ни от кого не закрываемся, все свои, мама, кстати, предусмотрела, все равно, видите, все закрыла вот так вот, пленочкой, молодец какая, в общем, мастер говорит, что помимо того, что у нас дверь хреновая, одна, у нас еще и вот эта вот штучка, она тоже не из этого комплекта, я так понимаю, и здесь дверь плотно закрывается, только если вот если тихонько, видите, то она будет шататься, но мы должны ее сделать вот так, и тогда она плотненько, но это ненормально, потому что в других, в других, вот она чуть-чуть другая, смотрите, он говорит, здесь есть специальные крючки и железненькие, вот здесь она не заворачивается так сильно, здесь вот я тихонечко дверь вот так вот, оп, и все, понимаете, она плотненькая, вот это я понимаю, поэтому сейчас мы будем составлять, видимо, претензию, да, по поводу двери, что там он не установил одну, и по поводу вот этих моментов тоже, очень важно, и вот смотрите, вот эта вот вещь, она к двери была примотанная, да, я говорю, а вот в четвертой двери, может быть, оттуда нормальная, ну а к этой двери она вообще не была примотана, к четвертой, поэтому вот мы ее меняем, туда должны вот это все входить, а здесь надо, чтобы заменили нам эту штучку, в общем, вот так вот у нас, вот такой веселый контент, все проверять надо, а вот смотрите, если мы выключаем вот свет, да, и включаем в туалете, здесь как бы видно, что кто-то в туалете есть, как бы это неплохо, даже можно как ночник оставлять на самом деле, вот здесь будут у нас двери закрыты, здесь будут закрыты, и как ночничок можно оставить свет в туалете даже включенным на все время, вот, а вот момент как раз таки с со спальней, мы наоборот бы не хотели, чтобы было видно, да, но тут тоже походу так прозрачно, что, конечно, будет все видно, и мы с мамой решили сделать, наверное, что-то надо придумать, мы уже показывали, говорили, я не помню, вот эти части мы бы хотели вообще заклеить, или может даже чем-то закрасить, но не с этой стороны внутренней, а именно вот со стороны спальни, да, что-то будем придумывать, вообще, я думаю, взять самоклейку, просто вырезать по, допустим, по размерам, и заклеить, нам нужно будет раз, два, три, четыре, пять, если у вас будут какие-то идеи вообще, может кто-то с этим сталкивался, просто на той старой квартире мы реально с этим сталкивались, и мама все время вешала что-то, какую-то простынку или еще что-то, и она говорит, блин, никогда такие двери не будем брать, но сами двери нам просто очень понравились, и, честно говоря, вариантов там было немного в наш бюджет, и так, чтобы по цвету нравилось, поэтому мы выбрали эти, а вот эту проблему с прозрачными вставками, сейчас ее очень много где делают, мы решили уже самостоятельно DIY сделать, так что, если какие-то идеи, и вы сталкивались с этим, пожалуйста, посоветуйте, что можно было бы здесь сделать, так, чтобы оно было реально красиво и аккуратно, чтобы мы дверь не испортили. Вообще, были такие двери, конечно, с глухими такими, да, то есть оно просто как декор, но так как мы покупали все в Леруа, и когда-нибудь я вам расскажу, почему мы все это брали в Леруа, и какие вообще варианты, как мы справляемся тут с ремонтом, с ограниченным бюджетом, и при этом покупаем, в принципе, что-то не совсем плохое, да, а что-то еще хорошее, как бы, даже если бы были деньги, все равно, может быть, даже это купили, потому что оно нравится и по цвету, и по дизайну. В общем, были там новые двери в Леруа, где вот эта вещь, она как декорация, то есть эти стекла, они полностью глухие были, просто как декор, непрозрачные, но, к сожалению, у них не было двух вариантов, то есть если выбирать ту дверь, да, она, кстати, бюджетно стоила 3,5 или 3,6 где-то сама дверь, полотно, да, все вместе с чем-то бы обошлось. Вот эта дверь, что там говорю, чтобы свет решила включить, в общем, не было дизайна, были только вот такие горизонтальные речки, в принципе, цвет подходящий был, но этот цвет лучше белый дуб, а я хотела именно взять, чтобы у нас туалет и ванна один декор был, а в комнате другой декор был, вот, а там не было выбора, там, если делать, то все вот так, поэтому, и то, что даже не то, что другой декор, а мне именно хотелось, чтобы стекло, вот это прозрачное, оно было в ванне и в туалете, а в комнатах не было, ну, короче, вот мы не нашли такое, чтобы было вот так, поэтому у нас вот так. В общем, сам установщик дверей проявил инициативу, ему написали сообщение, что этот заказ, я так понимаю, за ним крепится, вот, он сказал, что вот эти штучки у него есть вообще дома, вот эти вот, да, именно такие, которые нужно, он их возьмет, и когда дверь нам привезут, а ее должны привезти именно сегодня, в этот же день, он говорит, напишите мне или позвоните, скажите, что дверь привезли, и как только у него появится возможность или где-то будет окошко, он придет к нам раньше, чем нам говорят, нам говорят, что еще через неделю он придет, то есть ему как раз-таки пришла смс, скажут, что в пятницу он наш придет, сегодня пятница, и он придет нам это доделать в следующую пятницу, понимаете, да, поэтому оставил телефон, чтобы, ну, позвонить, если получится, он раньше приедет и все сделает, вот, это его личная инициатива, в принципе, он бы мог в пятницу и прийти, да, в общем, посмотрим, как все выйдет, когда привезут двери, и когда все сделают, так что оставайтесь со мной, потом все покажу. Сейчас выходила, все, полики поубирали, все поубирали, я вот захожу, вот, все прекрасно, так с дверьками, все аккуратненько, ну, и вот эта дырка просто, и вот это вот все прям просто портит весь вид, зраза. Мы, кстати, решили оставить вот эти вот от других дверей, чтобы показать им разницу, что это вообще как будто и фирмы дверные решения, вообще какая-то Вэл, Дорис, чуть другая фирма, даже не Леровская, а здесь вот Леруа, все дела, Green Style Doors, хотя нет, это тоже не Леруа, но расцветка Леруа. Так, ну что, в 8 часов вечера этим же днем нам привезли дверь, мы ее уже сразу распаковали при ребятах, все проверили, чтобы было целое, комплект петель, вот в той двери не было вот такого комплекта, представляете, да, проверили вот эту штучку, чтобы она была именно отсюда, вот, вроде та, что нужно, вот. И видите, упаковка какая, ребята тоже удивились, что упаковка была почему-то вот эта странная белая, но они ее, в общем, забрали, акт приема-передачи сделали, и все. Позвонила я нашему установщику, в общем, сказала ему, что дверь у нас, как только у него будет возможность, чтобы он к нам приехал, так что ждем его. А, и вот такую штуку, он сказал, что у него есть дома, повторюсь, да, он возьмет именно вот, как из комплекта должна быть вот такая. Они похожи, но у них все-таки есть различия. Вот, и вот этого не будет у нас ходуна. Что, мои хорошие, настал тот день, прошло 4 дня, позвонил мастер, все, установит нам сейчас дверь, бабушка уже здесь все убрала, лишнее все убрала, все убрала, все чистенько, будут устанавливать дверь, вот здесь мне интересно, как они все-таки сделают. Последняя дверька осталась, межкомнатная, вот. Кстати, то, что касается вот здесь, вот, здесь более большой такой разъем, мы еще думаем, что здесь делать, створчатый, либо такую, знаете, раздвижную большую, короче, еще не знаем, слишком большой разъем, что тут делать, непонятно. В общем, сейчас поставят эту дверь, и все покажу потом. Ну что, ура, тадададам, нам поставили двери, все, две одинаковые двери, у нас стоит ванна, туалет, здесь у нас стоит межкомнатная в комнату и в комнату одинаковые. Цвет шикарный, идеальный, все как мне нужно. И вот, кстати, как решение сделали вот здесь. О, посыпалась откуда-то, что это, откуда-то посыпалась. Так, вот здесь кусочек небольшой, в принципе, сделали, очень аккуратненько и красивенько, и все прекрасненько. Вот, все замечательно, все идеально, просто слов нет. Вот, так что я счастлива. И здесь нам, кстати, да, поправили, поправили. Все, все закрывается. Вот, так что двери готовы. Та-да-да! Итак, теперь я немного могу вам рассказать о дверях, что за двери. Так, это остекленное дверное полотно, дюплекс называется. Вот здесь у нас ширина 80, я прям вот читаю вам, да. Цена 3 800, ну там 100 рублей разница между одной дверью и другой. Здесь у нас 60 ширина, здесь у нас 80 ширина, потому что изначально здесь был дверной проем 90, а здесь 70, вот, поэтому такие двери. Эти двери с покрытием из искусственного шпона. Двери эти подходят как меж комнату, так и вот где влажность есть в каких-то дверях, поэтому мы их еще и выбрали. Полотно это выполнено в цвет беленого дуба с изысканной текстурой массива древесины. На самом деле, да, вот прям текстурная, очень такая прям, ну, классная текстурная вещь нанесена. Вот в цену 3 8006 входило вот такое вот дверное полотно, замок и петли, остальные комплектующие мы брали, то есть ручки эти я уже брала отдельно, одни ручки по 500 рублей стоили. Сейчас я вам общую сумму тоже скажу, сколько все вместе с установкой было. Также сюда мы купили дополнительно еще замки, замки классные, я уже о них говорила, что они у нас, что делают? Они у нас открываются, то есть если ребенок вот здесь вот раз, закрылся, то я здесь беру монетку буквально, да, может даже ногтем могу сделать, нет, ногтем не могу, но монетку возьму и поверну, как бы и открою. То есть вот такие замки хорошие. Основной материал здесь МДФ. Итак, сама дверь получается 3 8006, плюс нужно было брать коробку, мне нужно было брать доборы, доборов я взяла 5 штук, и нам просто на самом деле прям впритык реально все хватило. Коробка, доборы и наличники, это все отдельно бралось и ручка. Установка 4 дверей обошлась на 7 200. Вот он чек на установку дверей, но здесь не посчитаны доборы. Когда ставились доборы на каждую дверь, это 600 рублей. На каждую дверь у нас ставились доборы. 600, 600, 600, 600. Это раз. Плюс установка ручек вот этих тоже там 200 рублей, по-моему. Установка замка 200 рублей. По-моему, она взяла какую-то скидочку, и по-моему, он посчитал нам по 100. Не помню точно. И еще вот такие вот штучки. И еще вот такие штучки мы поставили в двух местах, именно в межкомнатах. Пока что туалет и ванну не ставили. Это чтобы дверь как бы закрывалась. Здесь прорезиненная. Они недорого стоят. Прикольненько. Ну, чтобы дверь там не билась сильно. Так, и вот еще чеки. Смотрите, 396. Это вот эти фиксаторы, чтобы дверь не билась. Вот это ручки. Это я делала отдельными чеками. Там нужно было акцию кое-какую сделать. Это у нас блокиратор, трассовый ключ. Ага, блокиратор можно убрать. Это для окон. И вот 593. Это у нас упаковочная лента. Упор дверной. 548 рублей. Короче, тоже для дверей. Сейчас я все сложу и посчитаю общую сумму. Ну, все. Вот такая сумма. 39261. Ну, округляем. 39 тысяч. Вышли все нам двери с установкой. Все, мои хорошие. Мы счастливы. И мы счастливы. Но еще будет тоже сниматься видео. Не знаю, где я буду уже во влоге показывать. Либо тоже отдельное видео сделаю. Это мы посмотрим. Следующие у нас по плану входные двери. Сейчас я вам покажу, что я примерно хочу. Как видите, мы вот так вот заходим. И у нас все такое светленькое. Ну, сейчас, конечно, не идеально. Но все такое светленькое и классное. И поэтому здесь вот такого цвета дверь совершенно не смотрится. И я очень хочу, чтобы у меня была здесь светлая дверь. Вот. Есть с зеркалами двери. Не знаю, хочу ли я сюда с зеркалом. Наверное, нет. Потому что по фуншую, мне кажется, это не очень хорошо. Каждый раз, когда дверь открывается, зеркало будет выносить энергию, которая у нас здесь накоплена. Прекрасная, да? Поэтому лучше здесь на шкафах будут зеркала. Здесь будет огромный. Хочу шкаф-купе вот здесь сделать. Вот. Но следующая дверь. Почему? Потому что у нас вот здесь вот очень дует хорошо так. И выдувается, задувается, выдувается, в общем-то, наше тепло. И у нас в ванне, да, там надо включить, кстати. Будет тепло, да? Ну-ка, включим. Никак не разберемся с этой штукой. Короче, как-то неправильно нам что-то установили тут. Ну ладно. Короче, она теплая сейчас. Тепло будет в ванне. Закрыли двери, купаемся, да? В туалете пока очень холодно. В комнатах у нас тепло. Здесь тоже мы когда занавешиваем, там тепло сохраняется. А здесь выходим и мороз просто. Потому что здесь вот постоянно дует. И вот это мне не нравится. Поэтому следующее мы меняем входную дверь. Я хочу ее здесь светлую, чтобы она была классная, плотная, железная. Так что это потом покажу. Все, поздравляйте нас с новыми дверьми. Скажите, как вам? Как вам? Как вам? Все, я вас люблю, целую. Пока-пока. Надеюсь, мое видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал.